Одно из самых загрязненных мест в городе – прибрежная полоса Оки. Около реки устраивают автомойку, площадку для выгула собак, а зачастую просто свалку. Наш корреспондент Галина Вропаева убедилась, что убирать эти места никто не собирается. Голубое небо с лебедиными облаками и полноводные ока притягивают многих, настраивая на весну. Правда, если не смотреть на землю. Под каждым кустом по краю берега такое количество мусора, что стыдно кажется даже стенду, на котором четко указано – прибрежные защитные полоса. Хотя защищать эту прибрежную полосу от мусора, похоже, некому. Рязанцы так привыкли к этому безобразию, что и не обращают на него никакого внимания. Более того, некоторые владельцы собак устраивают своим питомцам здесь туалет, а другие в это же время жарят среди всей этой антисанитарии шашлыки. Что вас здесь привлекает? Ну, как весна, ака, тишина, спокойствие. И что вокруг вот этого мусора вам приятно? Другого выхода нету. Все парки тоже самые загаженные. Ну, то, что мусор – это, конечно, отрицательный фактор. Лень пакеты донести до тех мест, где нужно выбрасывать. Все-таки как-то нужно было бы вовремя начинать вот эту вот уборку для того, что ведь это же охранная зона, да, самые наши крупные реки. И мы отсюда берем воду, пьем и так далее. Конечно, вот это вот просто недопустимо. Но нет ни одного контейнера для того, чтобы этот мусор разместить в контейнере. Вот такое вот все необустроенное, оно у людей не прививает к культуру. Но, с другой стороны, в Рязани много моечных пунктов для машин. Хотя для некоторых автолюбителей почему-то удобнее это делать у реки. А мы не моем. А что делаете? Полируем. Непонятно, как вообще человек может подъехать вот к тому месту, откуда берем воду для питья и мыть свою машину. Да, это как-то вот, ну, не вяжется. Страфы незначительные за вот такие нарушения, да. Даже для юридических лиц они незначительные. Там полторы тысячи, две с половиной тысячи. К каждому не приставишь контролера. О том, что природа кричит и просит помощи, похоже, никто не слышит. Ни представители городских служб, отвечающие за уборку этой территории, ни обычные рязанцы, привыкшие к мусорным свалкам. А земля терпит. Она не умеет мстить. Скорее, наоборот. Чуть потеплеет, порадует нежными подснежниками и зеленью, которые спрячут неприглядности человеческого бытия. Только так ли уж безобидно для самого человека может закончиться наши небрежные равнодушия к земле? Ведь и у земли терпение может кончиться. Галина Воропаева, Александр Бредихин, Вести, Рязань.